Добрый день коллеги, у вас еще несколько минут есть до начала, я предлагаю какую-то техническую часть, обычную, стандартную, провести. Пожалуйста, если у вас есть на клавиатуре плюсик и меня слышно, нажмите эту клавишу на клавиатуре, пожалуйста, которая покажет мне, что... Да, спасибо. Отлично, да. Спасибо, достаточно, я понял, что меня слышно. Ну, потихонечку подождем, да, еще опаздывающих, там, как полагать, ровно с выстрелом пушки у нас на Петропавловской крепости, мы и постараемся начать. Я, правда, не уверен, что выстрел будет здесь слышен, потому что у нас очень далеко от центра находимся, вверх по руслу не вы, а пушка-то у нас там в густье практически, да, стоит. Вот, но тем не менее, да еще и пока скорость звука-то тоже невысокая, пока до нас влетит. Вот, но подождем, да, если есть возможность. Кстати говоря, обращаю ваше внимание, пока есть время тоже, что есть еще дополнительно такая вкладочка здесь в чате «Вопросы», и, коллеги, прямо сейчас или по ходу дела вы можете вопросы писать там, мне будет их проще достать из общего потока чата, которые я могу потише микрофон, да, спасибо, попробую отрегулировать еще потише. Я надеюсь, так вот получше стало, да, с микрофоном усиление уменьшил. Да, спасибо большое. Так, выключил какие-нибудь «Вопросы», чтобы они нам не мешали. А, кстати говоря, я могу, в принципе, даже запустить уже «Вопросик» через минутку, да, пока там будем ждать опаздывающих. Да, вообще не только по поводу Пушкина везет, по многим другим критериям тоже, хотя я частый гость города Москвы, и даже одно время я там бывал настолько часто, что у меня изменилось произношение, не знаю, вернулось ли Питерское или нет, но, тем не менее, вот многие москвичи с удивлением узнавали, что я из Петербурга, но вот так на самом деле. Так, ну что, собственно говоря, Пушка выстрелила, насколько я себе представляю, пока звук бежит до нас, я постараюсь запустить маленький опросик. Нас тут достаточно много уже собралось, чтобы какую-то выборку вы могли… Я мог представление составить, да, об аудитории, это, может быть, мне поможет немножечко скорректировать по ходу дела, там пока с демонстрацией. Коллеги, пока вы отвечаете на вопрос, я представлюсь, меня зовут Дмитрий Кричман, я представляю компанию Deeper Method, как вы уже, наверное, поняли из премонолога такого. Моя компания находится в Петербурге, собственно говоря, я нахожусь в Петербурге. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения и внедрением в деятельность других организаций, и программное обеспечение это предназначено для организации другого… для организации электронного обучения, дистанционного, автоматизации процессов очного обучения. Ну, про это я чуть поподробнее, может быть, там ближе к концу. Расскажу на примерах, ну, тем не менее. Тема сегодняшней встречи, она в большей степени… Ага, ну вот, аудитория в целом, да, не знакома с нашей компанией, хотя, зря, потому что, да, мы делаем много интересных проектов, и я об этом сегодня тоже расскажу. Спасибо большое за ваши ответы. У меня там еще будет парочка опросиков по ходу дела, но тем не менее, да. Угу. Угу. Итак, наша компания занимается вот вопросами, связанными с внедрением электронного обучения, и наш основной продукт так и называется E-learning Server 4G. Он внедрен в большом количестве организаций, это сотни организаций в Российской Федерации и не только. Примерно половина из них – это высшие учебные заведения ВУЗы. Примеры тоже я про дело скажу. Сам продукт, он модульный, из компонентов различного рода состоит. И одна из компонентов, которая есть и которая расширяет функциональность продукта – это, собственно говоря, это и есть модуль электронного портфолио. Вот тема сегодняшнего нашего вебинара как раз будет посвящена тому, как мы интерпретируем не просто функциональность этого электронного портфолио, что оно там должно быть, да, декларированным, но и как мы видим его в процессе, в целом вот в эрфологической модели, в том числе и в целом обучение и электронного обучения в первую очередь. Вот примерно такая тема. Так, ну я пытаюсь еще отвлекаться на чат, поэтому вот такие маленькие паузы возникают. Ну что ж, коллеги, тогда приступим к нашему содержательному мероприятию. Добрый день, коллеги, кто опоздал чуть-чуть. Опоздание в пределах трех минут таковым не считается, поэтому еще не опоздали. И я постараюсь дальше рассказывать про вот наше портфолио. Единственное, что я не очень знаком с платформой Европолис, поэтому могу где-то немножечко путаться в кнопочках. Я надеюсь, вы меня простите. Итак, первый вопрос, который бы я хотел задавать. Мы сейчас запустим и опрос с такими же вопросами. А как, с вашей точки зрения вообще, зачем портфолио необходимо? Ну вот какие-то варианты, ответы я здесь вам предложил. Сейчас давайте запустим опрос и постараемся выяснить, в вашу точку зрения. Зачем же, зачем же портфолио вообще необходимо? Ну, если оно необходимо в системе, в том числе электронного обучения. У меня есть своя интерпретация, конечно, я постараюсь и своя позиция донести до вас, но, тем не менее, чтобы мы могли как-то наши точки зрения сопоставить, я прошу вас на этот вопросик немножко ответить. Ну вот пока что побеждает поместье хранить историю обучения и фиксировать полученные навыки. Навыки опережают, наоборот, это хранить историю обучения. Любопытно, что никто не отмечает такую позицию, как обеспечить трудоустройство. Ну вот пока что еще, да, процесс не стабилизировался, да, поэтому ждем пока. Я понимаю, что, может быть, слишком много пунктов в вопросе и вам сложно все сразу почитать. Ну вот, вроде как бы остановились, да, ответы. Что у нас получается с вами? Я надеюсь, видно, да, показываются результаты, поэтому вы можете так же, как я их поинтерпретировать. Итак, первые два места у нас явным отрывом, таким, в нашей с вами интерпретации, это хранить история обучения. И второй вариант, это фиксировать полученные навыки. Ну тоже, как бы, история, да, только с акцентом именно на навыки, а не на, вообще, историю, не на обучение. Знания и навыки, да, как бы, здесь разделены и то и другое. Поскольку вы могли выбрать несколько вариантов, в принципе, даже все, да, могли выбрать, то вполне возможно, что эти два пункта для вас и как единое целое выступают, вполне возможно. А, хорошо, обращаю внимание, что непопытно, что никто не подумал про то, чтобы обеспечить трудоустройство, да. Ну, и свои ответы мы потом рассмотрим, да, каким-то образом. Я себе тоже зафиксирую. Ну вот смотрите, давайте вот немножечко просуждаем. А вообще, если отлично от, закроем, остановим опрос, да, и отлично от портфолио как какового. А обучение, ну, в контексте вуза, да, мы сейчас в большей степени говорим, оно вообще зачем необходимо? Это вопрос, который не требует, да, он такой относительно риторический. Вопрос, скорее, такой риторический. Зачем людям учиться? Вот выясняется, что, ну, я не буду сейчас применять, да, и вот выясняется, что ответ на этот вопрос, зачем учиться, таковой, и в частности, да, поскольку мы говорим, что портфолио это фиксирует наши какие-то учебные результаты и результаты практической нашей деятельности, создавая, ну, такой, как бы, условно-материальный, да, какой-то продукт. Так вот, ответ на этот вопрос, в общем-то, последние два года более, все более четко звучит, в том числе, в контексте электронного обучения. Дело в том, что за последние несколько лет, вот буквально на своих глазах, там, ну, лет за пять, может быть, за чуть побольше, стоимость обучения как такового, она, если не упала до нуля, то очень близка к этому. То есть стоимость получения знаний и даже отчасти умений как таковых, она стремительно падает, она стремится к нулю. Я сейчас не говорю об платном обучении в вузах или чем-то еще, но человек, при желании, вполне самостоятельно может научиться, ну, практически всему. И здесь, конечно же, как странно, если бы я не произнес такие ключевые понятия, да, из нашей с вами предметной области, там, как Курсуэра или Эдекс, или наша национальная платформа открытого образования, где любой студент, практически, или любой человек, который хочет получить какую-то образовательную услугу, может получить все, что угодно, и при том это практически бесплатно. Ну, там есть аспекты, связанные с сертификатами, но в целом, да, это нам картину дело не меняет. Так вот, зачем же учиться в вузе, если обучение, и, возможно, платить деньги, если мы говорим про платное обучение, если, в принципе, получить образование можно бесплатно? И ответ на этот вопрос, в общем-то, существует. Обучение в хорошей учебной организации связано, в первую очередь, с тем, что после этой хорошей организации, после обучения в хорошей учебной организации, с репутацией, да, с историей, с хорошими преподавателями, легко проще найти работу. Интересную работу, хорошо оплачиваемую. Что такое интересная и хорошо оплачиваемая работа сразу после вуза? Это один из критерий жизненного успеха. Сегодняшняя интерпретация момента, когда мы оказались в условиях фактически тотального, бесплатного, очень прозрачного, доступного обучения, связанных с тем, что на первый план выходят критерии успешности того выпускника, для нас с вами выпускника, который получает образовательную услугу. И вот здесь как раз и можно продемонстрировать неким образом, вот на схемке, да, здесь попытался на слайде показать, где же роль портфолио в этом учебном процессе. Вот есть вузы, которые оказывают образовательную услугу. Ну, здесь какие-то примеры, да, из списка тех учебных заведений, которые используют нашу платформу. Там Уральский федеральный университет, Российский государственный федеральный университет, в каждом из них там по 50 тысяч студентов. И там все эти студенты, как-то на нашей платформе, или на сервере 4G. Проходит обучение в Московский государственный строительный университет, в Незавородский технический университет. Ну, и там много других вузов, я не буду впечатлять меньше. Вот. И в портфолио результат для студентов, которые проходят обучение, фиксируются и учебные результаты. Потом это происходит автоматически. Текущий контроль знаний, курсовые работы, практические работы, которые они выполняют. Все это хранится и связано с электронным портфолио студентов. В портфолио хранится уровень развития компетенций. Ну, в обготах там 3+, да, и так далее. Присутствуют компетенции, которые развиваются в рамках той иной учебной дисциплины. Соответственно, вот эта связка между студентом учебной дисциплиной и фиксацией уровня развития компетенций для каждого студента также фиксируется в электронном портфолио. Участие в проектной деятельности. Ну, вы знаете, есть проектные методы обучения, да, методология отличается от общепринятой нашей с вами. Ну, такой семестровки с учебным планом, рабочим учебным планом, с учебным дисциплин более-менее фиксированным, даже с вариативной составляющей элективной. Здравствуйте. Это, как бы, отдельная методология. У нас будет отдельный вебинар по проектной деятельности в ВУЗе, как ее автоматизировать на нашей платформе, наверное, на CR4Z. Но тоже, безусловно, результаты проектной деятельности, участие в проекте, там, если это коллективные проекты, то фиксация видов деятельности и ключевых показателей эффективности того или иного студента, участника проекта, все это тоже, конечно, должно попадать. Это фиксация его деятельности. Ориентация стажировок и практик, который проходит, скорее всего, вне учебного заведения, это же тоже, наверное, должно попадать. Ну и какие-то отзывы, возможно, что-то еще, отзывы руководителя, куратора, однокурсников, преподавателей. Это все составляет тот бэкграунд, который формируется в контексте конкретного субъекта, студента, и он должен быть где-то централизован, единообразно зафиксирован. И вот это место этой фиксации, это и есть электронное портфолио, на основе которого может быть создано резюме. Для чего? Для того, чтобы эти резюме попали на рынок труда. На рынок труда есть тоже свои автоматизированные системы, с которыми вы наверняка знакомы, например, Headhunter, Superjob, или какой-то рынок труда, который автоматизируется в рамках самого учебного заведения. Есть такие примеры у нас среди наших вузов. Это такая биржа труда на площадке самого вуза, если есть целевые предприятия, которые с вузом взаимодействуют, куда предприятия могут обращаться за поиском специалистов и кадров, которые хотели бы, конечно же, не просто получить какое-то резюме, но и посмотреть историю, ознакомиться. Так же, как у нас у каждого с вами, кто бы хотя бы раз брал какой-нибудь кредит в Сбербанке или где-то, еще есть кредитная история, у студентов есть история обучения. Это очень важно для работодателя понять, а как происходило накопление знаний или формирование компетенции, в каком темпе, не только конечный результат, не только резюме, которое рассматривается, которое, может быть, в принципе, там написано в гвардей, в фотошипе. даже вот здесь у нас на работу часто я сталкиваюсь, что приходят люди, которые имеют диплом, но де-факто, понятно, что они сдавали сессию, готовились к сессии в последний день перед экзаменом. Вот такая история. И, конечно же, успех, про который мы с вами говорили очень ранее, он связан с тем, что... Ну, коллеги, я, к сожалению, никак не могу регулировать звук на вашей стороне. У Ирины Евгеньевны здесь не звук. Скорее всего, это связано с каналом передачи данных между вашим компьютером и сервером. Тут я вот со своей стороны никак не могу регулировать ничего. Может быть, говорить медленнее, но вряд ли это повлияет на ситуацию. Итак, и успех, про который мы с вами чуть ранее говорили, тогда, когда выпускник находит рабочее место в деятельности в хороших... Ну, там... Критерии хороших тоже, конечно же, разные. Здесь в качестве примера запросто приведены тоже перечень некоторых предпятий со стороны наших заказчиков, где внедрены наши продукты программные для организации обучения. Допустим, в Газпроме там тоже порядка 40 тысяч сотрудников проходит обучение внутренней, корпоративной уже теперь обучения на базе нашей платформы. там, корпорации «Иркут», мы там обеспечиваем процессы подготовки лётного состава, инженерно-технического состава, в том числе и бортпроводников для гражданских самолётов, например, для МС-21, для негражданских самолётов, например, там, Су-30. Вот все системы обучения там для подготовки такой категории сотрудников тоже постоянно на базе нашего программного решения. Другие варианты, которые нам обеспечивают погоду, тоже отраслевая система подготовки кадров. В общем, вот, важно на этом слайде, я хотел вам сказать, что портфолио – это не замкнутая система, где не заканчиваются процессы, а портфолио – это тот транзит, в котором накапливаются плюсики и минусики по отношению к конкретному субъекту, и затем на основании этой информации запускаются следующие процессы. Мы рассмотрим портфолио как раз в плане автоматизации вот этой цепочки от ВУЗа до работодателя. Вот это ключевая позиция, которую я хочу озвучить, ключевая позиция, которая показывает, для чего необходимо вести портфолио. Да, конечно же, это хранение результатов, но это функция, это одна из задач. Цель портфолио – совершенно иная. Цель портфолио – обеспечить в этой цепочке будущий успех для выпускника ВУЗа через процессы, связанные с не только накоплением информации о нем, централизованной в рамках системе, но и интеграции, чисто технической интеграции с разными площадками по поиску работы, Headhunters, в частности, или какие-то внутренние биржи труда, которые организуются в ВУЗе, для того, чтобы найти себе хорошее рабочее место. Соответственно, процесс с той стороны. Для работодателя важно понимать не только оценки в приложении к диплому, но и то, каким способом были получены эти оценки. Условно, в последний день перед сдачей экзаменов накоплены были знания и умения, или все-таки они были гармонично развиты на протяжении всей образовательной траектории. Вот такая целевая функция. Это... Так, коллеги, у меня вот скайп не включен, поэтому я не совсем понимаю, к кому относится комментарий Андрея. Андрей Олегович, про скайп, у меня скайп выключен. Я к сожалению не слушаю. Вот. Итак, я надеюсь, что я ответил на самый ключевой вопрос, для чего все это делается. Еще раз подчеркну, для того, чтобы в конечном счете автоматизировать процессы успешного поиска рабочего места. Давайте двинемся дальше. Понятно, что поскольку наше портфолио это не самодостаточный продукт, а продукт, который... это модуль, да, который работает в рамках платформы Единый. Платформа называется E-learning 4G. Ключевым ядром его является E-learning сервер 4G. И она позволяет автоматизировать очень много разных процессов, начиная от учебного планирования, например, там вупы, рупы, все ключевые слова, которые наверняка вы знаете лучше меня, там, календарные периоды обучения, там, семестровки, да, все эти, расчет учебных часов, в том числе, и там, нагрузки преподавателей, там, распределение ресурсов аудиторных формирований. Это все процессы, которые туда включены. Они могут работать и для дистанционного, и для очного обучения. Но важно то, что в результате этих процессов накапливаются данные, в первую очередь это, конечно же, формальные данные об учебных результатах каждого из студентов, способах получения этих результатов, видах учебных деятельностей, деятельности в рамках формального образовательного процесса, в котором он присоединил. Ну и также, поскольку там, на самой платформе на нашей присутствует элемент, например, социальной сети, совершенно не обязательно, что исключительно фиксируется результат учебной деятельности. Есть много других видов деятельности в учебном заведении. Я, например, когда учился в ВУЗе, я занимался альпинизмом и получал какие-то награды, медали, разряды. Я бы с радостью, если бы тогда было портфолио хоть какое-то, включал их бы туда. Или там какие-то серебряные медали ВДНХ в то время тогда награждали. Так вот, вот эти менее формальные, что ли, то есть не включенные непосредственно в рабочие учебные планы там по группе учебной результаты тоже необходимо, конечно же, фиксировать. Ну и в целом, давайте объяснём это. Здесь просто на слайде показано, как там перемещаются результаты из ведомости успеваемости в электронном портфолио. В целом, уровень уровня развития компетенции тоже здесь на слайде немножко показано. Я живьём сейчас в слайде закончим, я живьём покажу, как всё-таки его работает. Уровень развития компетенции, потому что в формальной инфологической модели образовательного процесса учебные дисциплины — это не просто оценки, да, и даже не просто там кредиты, которые осваивает студент, но это и более детализированная модель, связанная с моделью компетенций. Так вот, и что самое главное — динамика формирования этой модели, то есть как кактика компетенции по времени формируется, это всё важно для того, чтобы в дальнейшем продемонстрировать, соответственно, работодатель мог оценить те усилия, которые прилагал студент для получения образования и в конечном счете рабочего места в той или иной компании. Вот примерно такая идея заложена в наш модуль управления электронным портфолио, и сейчас я пользуюсь замечательной программой «Мирополис», попробую запустить трансляцию экрана, пока я запускаю, как неумелый человек, вы можете, наверное, задать какие-то вопросы, если у вас есть в чате. На презентацию я выложил, да, целого для доступа в «Сараполисе» вы можете скачать. Коллеги, подскажите, видите ли вы демонстрацию моего рабочего стола, в частности, там должно быть написано «Елеоник север», да, спасибо, видно. Не очень удобно здесь, не совсем понятно, идет трансляция, хотя написано, что идет, но кто его знает. Итак, вот смотрите, это портал, вы сами можете потом его попробовать, он называется Portfolio.geprimeto.com, наверху можно это видеть, и я попробую вам, демонстрационный теперь, конечно, портал, попробую рассказать, как пользоваться электронным портфолио на базе нашей платформы. Я не буду подробно рассказать про платформу саму, она большая, да, и это не предмет нашего с вами сегодняшней встречи, но вот рассказать про портфолио, конечно же, с большим удовольствием. Итак, любой слушатель, любой студент и преподаватель, который работает с нашей платформой, кстати говоря, в год примерно около миллиона человек пользуются нашей платформой для прохождения обучения, я уже называл вам, это чуть меньше, чем 50 тысяч человек, там, российские государственные социальные университеты в Москве, тоже там, порядка 46-48 тысяч человек, я там боюсь собрать в тысячах, ну, порядки примерно таких. Есть и мелкие вузы, небольшие, есть и крупные, и средние, есть и компании, есть и государственные всякие образовательные организации, повышение квалификации, я имел в виду, извините. Так вот, каждый пользователь, имеющий доступ в саму систему, у него есть личный кабинет, в данном случае я вошел в личный кабинет, здесь я могу видеть вкладочки, там, мои курсы, заявки на обучение, как слушатель сейчас, да, в присутствии в системе, могу посмотреть каталог учебных курсов, или свою образовательную программу, посмотреть на текущий период времени, там, расписание занятий, вот как здесь внизу, да, какие у меня мероприятия, там, вебинары, или похождения тестов, или какие-то аудиторные очные занятия, там, или какие-то задания, которые необходимо выполнить, там, типа С, подготовить или курсовую работу, тут же я вижу, коллег с кем взаимодействую в рамках, в рамках портала, то есть с кем либо работаю в рамках одного проекта, либо вместе на учебном курсе прохожу обучение, могу с ними взаимодействовать, но нам с вами необходимо не это, а давайте посмотрим, как выглядит мое портфолио на текущное время. Для этого я щелкал по своему имени, меня здесь зовут Иван Иванович, и это моя, это как бы, моя приватная информация здесь о мне, и какие-то мои настройки, и в том числе и мое портфолио. Вот, собственно говоря, это само портфолио есть. Что здесь имеет место быть? Ну, первое, формально некая информация общая, фамилия моя, чтобы я не забыл, адрес моей электронной почты, там учебная группа, в которой прохожу обучение. Дальше, справочник образовательных достижений, чтобы я не забыл, когда какие контрольные точки, экзамены или курсовые работы я сдавал, какую оценку получил, и самое главное, что я могу ознакомиться с результатами, не только, как бы, свои зачетки электронные, да, но и здесь, потому что, ну, зачетка имеет периодичность, там, мы закрыли семестр, да, и результат уже, нам чисто формальный виден, там, прошел, не прошел, зачет или не зачет. Здесь же я могу, если я сдавал, например, курсовую работу, вернуться к ней, поскольку она хранится, централизована в базе знаний на сервере на нашем, посмотреть, сам результат, который я продемонстрирую преподавателю, то есть, снижание курсовой работы, ну, по ссылочке мы сейчас не будем открывать, могу перейти, собственно, к документу, мушку у меня тут барахлит, перейти к, ну, например, там, контрольные занятия эссе, да, я стал посмотреть, открыть и скачать это эссе, которое я в свое время в шестнадцатом году делал. Для чего это важно? Если, например, затем захочу это эссе включить в свое портфолио в резюме, в блоке, да, на него сослаться, то тогда просто, там, простую галочку, я потом это покажу, оно туда, собственно говоря, будет подключено, ну, ссылка на это, конечно же, на этот документ. Что, кроме этого, еще есть? Значит, дальше блок необразовательных достижений. Но обратите внимание, в первом случае, это образовательные достижения, те, которые формируются автоматически, фиксируются автоматически, исходя из моего учебного плана. Есть у меня дисциплина, там, например, дискретная математика, да, сдал я там какую-нибудь курсовую работу по дискретной математике, вот здесь мы увидели оценку и результат имеет доступ к, собственно, самой курсовой работе в электронном медицине, она присутствует. И это делается автоматически. Во втором случае, когда мы говорим о необразовательных или околообразовательных, да, скорее правильнее было бы назвать, достижениях, то тогда в этот блок я самостоятельно вношу информацию. Но по определенной схеме, не абы как, чтобы не было какого-то хаоса. Мы с вами этот путь пройдем, то есть я покажу, как это делать, но сейчас кратко. Это какие-то сведения о дополнительном, например, образовании. Я прошел какие-то курсы, да, вот я, например, выпускник уйти, соответственно, в качестве свой значок академически использовал. Это какие-то мои спортивные достижения, то есть то, чего нет в ведомости успеваемости, грубо говоря, или в моем учебном плане, но то, что бы я хотел зафиксировать. Структура вот этого раздела, она формируется администратором, я чуть попозже покажу, какие рубрики есть и что куда заносить. Например, среднее об участии в семинарах, конференциях, конкурсах, да, тоже, там, научная и советская работа студента, да, возможно, что-либо еще. Здесь же для того, чтобы я мог сопоставить наполнение своего портфолио с каким-то средним по больнице, приведены данные о тех рубриках, которые есть в целом в шаблоне электронного портфолио вуза, ну, в этом, значит, и в моем участии по отношению к остальным, да, в наполнении фолио. Ну, например, там, у меня сведения о дополнительном образовании всего одно, а там, лучший результат это два пройденных курса повышения квалификации, или там, спортивные достижения у меня четыре и, как бы, лучше четыре, да, ну и так далее. Ну, представляете, единственное, что я обращаю ваше внимание, что это, ну, демонстрационный пример, да, он, как бы, не имеет прямого отношения к настоящей жизни, поэтому, конечно же, полных данных нет, но, в принципе, наверное, понятно. Вот. Для чего это сделано? Для того, чтобы вести, ну, некую конкурентную составляющую, для того, чтобы студенты не забывали вести свое электронное портфолио, понимая, что они, там, отстают от каких-то активных участников этого движения по формированию своего будущего рабочего места и успеха в жизни. Да, и следующий раздел, связанный с рекомендациями. Любой человек, с кем я столкнулся в рамках вот этой модели, в рамках платформы электронного обучения или университет 4G, будь это преподаватель или ментор-наставник в рамках, там, стажировки, прохождения или где-то еще, он может дать мне либо позитивную, либо негативную рекомендацию, ну, в данном случае, дал некий Петрович, отзыв на мою работу, на мою работу, и эта рекомендация здесь видна, вы можете с ней ознакомиться. Портфолио, это моя внутренняя кухня. Портфолио недоступно в паблике, оно недоступно, вот, в текущем время, для тех, кто снаружи, да, сам работает в рамках этой системы. То есть, оно не публично. Для того, чтобы сделать его публичным, есть специальные функции, и на основе портфолио может быть сформировано резюме, ну, или, там, в английском, каната, там, CV, да, которая, как раз и будет являться проекцией моего портфолио на публичную составляющую, публичную часть. Чуть попозже мы с вами поговорим, как сделать. Да, еще забыл сказать, что, конечно же, у портфолио есть разные формы представления. Это, вот, ну, такая табличная, да, для нас с вами. Здесь же есть форма представления в виде, такого, таймлайна, который, может быть, интереснее, потому что здесь все упорядочено по времени, да, по хронологии, вот, там, что-то еще. Вот, и есть, ну, тут, как бы, вверху это текущая точка, да, там, последняя запись, там, внизу, там, старейшая запись такая. И есть еще форма для управления, собственно говоря, с содержанием моего портфолио, где, в том числе, я могу создавать какие-либо, фиксировать свои достижения. Ну, давайте попробуем создать некое новое достижение. Ну, допустим, я получил какой-то приз за что-либо, да, там, и фиксирую я в своем портфолио фиксирую этот факт. Приз за участие в вебинаре про портфолио. Ну, какое-то описание до этого, если я хочу дать это описание, указываю дату, ну, поскольку вебинар сегодня, то, собственно говоря, сегодняшнюю дату автоматически поставили. И какое-то изображение, которое, ну, при этом, медали сфотографировал, да, или диплом, собственно говоря, не принципиально важно, что, ну, вот у меня тут есть какой-то кубок такой демонстрационный, я его сделал. В том случае, вот важная тоже составляющая, в том случае, если у моего результата вот этого, о котором я говорю, есть электронная форма, то есть не просто там медали или кубок, но я, например, приз за лучшую фотографию, например, да, фотографии сейчас все равно все в электронном виде, и этот объект в электронном виде находится внутри портала нашего электронного обучения, то тогда я могу установить ссылку, давая ссылку, собственно, на этот объект. Я, например, участвовал в проекте и получил там пятерку из-за проекта, из-за свое участие и хотел бы послаться, собственно, на отчет по этому проекту. Он, этот отчет по проекту, он не сформализован там в виде ведомости успеваемости, чего-либо еще, да, это электронный контент, который находится в базе знаний здесь вот на нашем портале. Тогда я так и, ну, у меня отчета по проекту нет, у меня есть там некий диплом. Тогда я просто делаю ссылку, вписывая, да, название этого объекта, как он называется, внутри базы знаний, и система подставляет сюда автоматический додификатор. и затем к этому объекту, может быть, можно будет обратиться и из моего портфолио, и из резюме, которое я готовлю на основе, подготовлю на основе этого портфолио. Дальше такой важный момент, это классификация, то есть то, с чем я соотношу, с какими категориями я соотношу мое собственное достижение. Что это такое? Это вот эти рубрики, они здесь представлены. Состав и количество этих рубрик, оно настраивается администратором портала, то есть, по какой структуре мы фиксируем с вами, унифицируем содержание наших портфолио в рамках нашей образовательной организации. К чему это относится? К образовательным достижениям или там к волонтерской деятельности, к сведениям образования, повышенной квалификации, это благодарности, ну и так далее, да, этих рубрик может быть сколько угодно, ну, например, это будут спортивные достижения. Хотя, в принципе, это не спортивные, да, наверное, это все-таки повышение квалификации. В принципе, можно несколько рубрик добавить и, например, добавлю в автобиографию и повышение квалификации. Вот таким вот образом. Все, я сохранил это в нашем портфолио, и мы можем теперь посмотреть, как это выглядит в предыдущей форме. Как это выглядит. Давайте глянем. А вот наш приз, да, автобиография, приз за участие в вебинаре про портфолио, ну, там какую-то анапсу маленькие дал. Да, соответственно, теперь в нашей диаграммке видно, что изменилось количество лепесточков в лепестковой диаграмме, и в разделе автобиографии появилось упоминание, да, об этом. И также в нашем с вами таймлайне, где мы это все видим, появился, да, приз 14.02, то есть сегодня запись о том, что я получил приз за участие в вебинаре. Вот такие изменения произошли в самой системе. Что далее? Далее, как я уже говорил, тогда, когда я считаю нужным и необходимым подготовить непосредственно уже свое собственное резюме, тогда я просто выбираю из перечня тех учебных достижений те из них, которые я хотел бы включить в резюме и, говорю, подготовить печатную форму. Ну, то есть резюме. Вот наша форма с вами подготовлена. Соответственно, дальше либо я просто ее печатаю на бумаге, если в бумажной форме, либо в том случае, если в образовательной организации она подключена к Headhunter или Superjob, соответственно, я мог бы тогда опубликовать свое резюме автоматически на Headhunter или на Superjob. Ну, в противном случае мне просто это делать перед руками. Вот такая идея, такая последовательность действий. Что требуется со стороны организатора? Коллеги, отличный вопрос, но мы чуть попозже. Хорошо, когда вот свои мысли основные завершу. Еще раз обращу внимание, что есть вкладочка «Вопросы». Единственный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это то, как происходит формирование справочника или рубрикаторов. Потому что, в принципе, администрации не нужно никаких вообще-то действий для того, чтобы такие электронные портфолио вести, кроме одной маленькой вещи. Это... Сейчас я под админским паролем войду. Это формирование структуры, унифицированной структуры портфолио. Для этого в базе знаний на платформе «Ленинг Север» есть такое, понятное, как классификатор, в частности. Классификатор, который мы с вами... Проект, который мы увидели на портфолио. Это то, из чего, из каких рубрик состоит наш портфолио. Вот из рубрики «Автобиография», «Благодарность», «Булантерская деятельность» и так далее. Здесь же мы можем создавать и другие рубрики, вводя их названия, или детализировать каждую из рубриков спортивным достижениям. Например, сдача разрядов, участие в городских соревнованиях, участие в областных соревнованиях и так далее. Вот такой справочник, введение такого справочника унифицированного позволяет формировать не просто портфолио «Албы как», а вот по некоторой заданной структуре и позволяет сравнивать будущим слушателям портфолио между собой для того, чтобы обеспечить конкуренцию. Такие же точно портфолио могут вестись и для преподавателей в рамках портала, только там, естественно, учебных ремонтаторов не будет, там будут другие результаты. То есть, какие дисциплины преподаватели сделал, какие публикации, монографии, учебные методические материалы он подготовил и так далее. Но принцип, он остается единообразным, принцип для всех портфолио по его введению. Вот, коллеги, я такую демонстрационную часть закончил и сейчас вернусь к презентации и после этого постараюсь ответить на ваши вопросы. Пока вы пишите вопросы, скажу еще несколько слов о том, где это все. Среди наших клиентов используют нашу платформу электронного обучения какие-то организации. Как я уже сказал, что их там больше сотен всяких организаций, ее на странице в режиме. Платформа у нас перейдена на много языков, начиная от английского, французского и заканчивая казахским. Ну или в обратном порядке. Ну вот примеры, это Уральский федеральный университет, более 40 тысяч слушателей, более 6 тысяч преподавателей. Ежедневные пользуют платформу для организации электронного обучения, в том числе и очного обучения. Даже в первую очередь очного. Это поддержка системы поддерживающего процесса. Нижегородский технический университет тоже. Здесь особенности, это упор на видеоматериалы, на видеолекции. Вот как здесь в примере показано. Только не так давно. В конце прошлого года мы дополнительно развернули модуль, связанный с проектным обучением, и там разворачивается это направление деятельности. Российский государственный социальный университет. Я тоже говорил, да, около 50 тысяч студентов, более 500 учебных курсов и дисциплин, с которыми тоже ежедневно работают студенты этого учебного заведения. Российская таможенная академия, в том числе и портфолио, и баня ритминговая система, и система виртуального класса у нас. Своя, собственно, очень такая симпатичная, не использующая Flash, в отличие от Мирополиса, внедрена в Российской таможенной академии. На базе нашего решения построена единая платформа дистанционного обучения для Русской православной церкви. И к ней подключается, ну, в прошлом году начался, осенью прошлого года начался пилотный проект, но, значит, по планам, ну, практически все духовные образовательные учреждения Русской православной церкви. Она ориентирована на текущем этапе, да, на то, чтобы упростить доступ к образованию для тех, для кого дорого ездить, сдавать экзамены, зачеты и, ну, как бы, заменить, фактически, заочный сектор обучения. Вот такие, такие примеры, ну, здесь какая детализация. Итак, коллеги, вот я, как говорится, доклад закончил, свою часть рассказал, и теперь постараюсь ответить на ваши вопросы, если таковые будут. Пролистаю чат. Вот Елена Владимировна спрашивает, кто может использовать данную платформу для создания портфолио? Я рассказал это в контексте ВУЗа, если вот Елена Владимировна представляете учебное заведение, ВУЗ в частности, то, в принципе, эту платформу может использовать любой студент ВУЗа. А если какой-то другой, ну, другую категорию образовательного учреждения, ну, все те, кто проходит обучение, ну, и не только обучение, но и преподаватель ППС, да, о том, о чем я говорил, в принципе, все они могут использовать эту платформу, этот модуль, да, на базе платформы уделения сервера 4G. Еще один вопрос поступил от Эдуарда Михайловича, как это нам может пригодиться? Эдуарда Михайлович, не затрудняюсь, как именно вам это может пригодиться, например, пригодится, но если вы представляете интересы учебного заведения, то пригодится это может следующим образом. В первую очередь, тот акцент и то внимание, которое я обращал на студента. В том случае, если ВУЗ в целом декларирует и действительно обеспечивает эффективное трудоустройство своих выпускников, то этот механизм позволяет упростить эти процессы, сделать их более прозрачными, дать возможность инициативы студентам в короткой связи с потенциальными работодателями, мотивируя их на достижение учебных результатов и практических результатов своих деятельностей. Вот эта вся связка становится предельно прозрачной. Вот я прошел обучение, вот мои компетенции, вот работодатель, который это все видит, все это в электронном виде, все это связанные автоматизированные процессы. В противном случае ВУЗ готовит выпускников, выпуская их, если это не целевая подготовка, конечно, для какого-то норники или какого-то еще, а вот в целом так, если мы среднее по больнице берем, выпуская их на улицу, и что дальше? Он никаким образом ничего не контролирует. Это не очень правильно. И, конечно же, в конечном счете, если студент понимает, что эти процессы выстроены, и он видит потенциально того работодателя, и он понимает, что он должен сделать, чтобы к нему попасть, и все это прозрачно, конечно же, конкурентное преимущество такого ВУЗа по отношению к остальным будет очевидным для поступающих. То есть ВУЗу это дает конкурентные преимущества на рынке образовательных услуги. Я бы так это сформулировал. Еще вопросы поступили. Если студент, вот Наталья Анатольевна спрашивает, если студент хочет ввести портфолио на нашей платформе, это платная услуга? Видите ли, мы как организация не работаем с отдельным студентом, мы работаем с образовательными организациями, и они владеют тем продуктом, которым мы им предоставляем. Взять тот же Нижегородский технический университет. Мы поставили платформу в Нижегородский технический университет. А дальше, каким образом решается вопрос о введении портфолио в Нижегородском техническом университете? Это компетенция самого университета. Я так предполагаю, что все студенты, ну, было бы странным, если бы они брали за эти деньги, ну, совсем, да, странным, я бы даже сказал, невозможным. Я предполагаю, что Нижегородский технический университет, конечно, не берет деньги за введение портфолио своих студентов. Это однозначно. Сокращается ли при этом процесс получения высшего образования? Спрашивает Дород Михайлович. Видите ли, если мы говорим про ВУЗ, то у нас есть понятие учебной программы, образовательной программы, и количество часов, и продолжительность программы строго регламентированы. Ну, достаточно, там, прого регламентированы. Поэтому ускорить процессы в каких-то частных случаях все-таки можно, но это упирается, фактически, в нашу с вами нормативную и законодательную базу. В том случае, если государство решит о том, что продолжительность обучения может быть сокращена для получения той или иной квалификации, диплома, то, да, в противном случае, формально нет. Это зависит от государства. А во сколько обойдется ВУЗу подключение к нашей платформе? Слушайте, есть... Это все зафиксировано в документах, да, вебинар не совсем про цены, да, поэтому, если есть интерес, там, и поподробнее посмотреть или показать, в том числе и ответить на вопросы по ценам, тогда я сейчас на экране, там, видите, мой электронный почтовый адрес, мой сотовый телефон, и я с удовольствием отвечу еще на эти вопросы уже через такие каналы связи, как по телефону и по электронной почте. Каким образом портфолио видит работодатель? Смотрите, в том случае, если работодатель работает с HeadHunter, он видит проекцию этого портфолио, или, ну, производную, да, скорее, этого портфолио в виде резюме в обычном интерфейсе HeadHunter или SuperJob. В том случае, если резюме публикуются на площадке самого гиперметода, ну, платформы, или не сервер 4G, то тогда это справочник портфолио, где вы можете, где работодатель может селектировать эти портфолио по формальным критериям, по, в терминах модели компетенции, там, среднего балла, ну, фильтры выстраивать, да, ища, собственно говоря, сами резюме, а потом уже смотреть на резюме в той степени подробности, в которой это позволил владелец портфолио. Это я пытался ответить на вопросы Дорода Михайловича. Еще посмотрим, есть ли вопросы. Елена Владимировна спрашивает, «Как загружать материалы на данную платформу для формирования портфолио?» По кнопочке «Browst» я попытался там загрузить изображение кубка, какого-то призового. Вот точно так же загружать и остальные материалы, которые в формате PDF или в чем-либо еще. Ну вот, на вопрос с Татьяной Викторовной я уже ответил чуть ранее, потенциально получает доступ к портфолио через, либо через Superjob Headhunter, либо, я уточню, не к портфолио. Получает он доступ к резюме, который формируется на основе портфолио. Это вот на одном из первых слайдов. Сейчас я вернусь к ним. Было показано. Секунду. Вот портфолио. На этом основании формируется резюме. Собственно говоря, это резюме попадает в системы кадрового поиска. Еще вопросы не закончились. Кто может использовать данную платформу? Чат маленький, очень неудобно. Кто может использовать данную платформу для создания портфолио? Дубая организация. Тут ограничение никаких нет. Как загружать? Я спросил, сказал. Можно ли использовать данную платформу для создания портфолиоучащихся и педагогов в учреждении дополнительного образования? Конечно же, можно. И пример такие есть. И учреждение должен быть доступ к этой платформе для работы с ней. Как узнать, есть ли доступ у конкретного учреждения? Как узнать про конкретное учреждение? Я не могу вам сказать точно. Для того, чтобы учреждение был доступ к платформе электронного обучения есть разные формы. Есть форма аренды, есть форма, связанная с покупкой программного исключения. Это уже вопрос необходимо обсуждать с представителем учебной организации. Каким образом это удобнее. Так, коллеги, еще у меня для тех, кто остался у нас тут в онлайне, тоже последний маленький опросик. Отчасти вы на него отвечаете. Сейчас для того, чтобы какая-то от вас была обратная связь, тоже запустил маленький опросик. Прошу вас в конце ответить на ответ. Да, коллеги, на этом, наверное, спасибо большое за внимание. Сейчас вернусь тоже на последний слайд, чтобы остался мой адрес электронной почки. Ой, не туда. Буду рад, если для вас эта информация окажется полезной. Идея, о которой я сильно рассказал. И если вы мне напишите в электронной почте, я с удовольствием готов еще с вами пообщаться столько времени и ответить на сколько это потребуется. Ответить на те вопросы, которые, может быть, вы мне задали сейчас прямо здесь. Да, спасибо, коллеги. Ну что же, да, тогда на сим прощаемся. Спасибо вам большое за внимание, за то, что вы к нам сегодня пришли. И это не последняя встреча. Да, у нас в программе еще есть, там, раз в месяц, примерно, я по приглашению здесь кто-нибудь рассказывал, пытаюсь это сделать так, чтобы это было для вас полезно. Да, спасибо, ребят, именно до следующего вебинара. Тогда отключаюсь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...